Накануне празднования юбилея округа региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания провел для школьников и студентов краеведческий квест, посвященный истории Ненецкого округа. Север летит самолет Рожескин на Наринмарк. Принято. Радистки в форме российской красной армии – самый настоящий штаб посреди города. Винтовки Мосина, радиостанции времен Великой Отечественной войны и даже радар. То есть вот радар. И по радару, то есть отслеживаем именно полеты. Вот у нас на данный момент летит Рожескин. Здесь у нас телефон. Мы сразу же отзваниваемся. Кому, как и в какую точку летит. Эта точка именно находится. Это Ненмарк. Это одна из самых интересных локаций машины времени. Именно так называется исторический квест, который переносит школьников и студентов в прошлое. Интерактив организовали сотрудники регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания. Квест – это исторический и, можно сказать, краеведческий. Направлен он на изучение истории развития Ненецкого автономного округа в определенных областях. Например, это образование, строительство, морское дело и дополнительные какие-то области. В чем, наверное, интерес самого квеста? То, что в нем заложены вот эти QR-таблички. В Ненецком автономном округе это впервые проводится такой квест. Хотя в других регионах уже бывала запущенная подобная практика. И мы решили опробовать на нашем регионе. Суть проекта – на каждой из локаций расположены таблички с QR-кодами. Отсканировав их, команды получают вопрос по истории Ненецкого округа. Временные рамки от 30-х годов и до сегодняшних дней. Ну, вопросы довольно-таки несложные, если знать историю округа. Локации мы прошли уже четыре, около четырех. Ну, интересно вообще? Да, интересно. Бегать надо, развиваться. Узнаем больше нового о нашем городе, о лубокруге. Да и в целом просто развиваем память. Всего на старт вышли шесть команд из учебных учреждений Наринмара. Одними из самых быстрых оказались ребята из первой школы. При этом ответили правильно практически на все вопросы. Квест очень интересный, познавательный. Узнаешь много нового о городе. Прикольно то, что на каждой локации стоят люди, допустим. На почте там мальчик с фуражкой стоит. Интересно очень. Ну, какие вопросы запомнились больше всего? Наверное, кто работал в редакции во время Великой Отечественной войны. Это было интересно, да. Да, более интересно. У редакции старейшей в Заполярье газеты дежурит корреспондент из 90-х Юлия Зорина в числе соорганизаторов квеста и привлекает к участию не только команды из школ, но и прохожих. Это достаточно интересно. На сайте сразу дается и сам вопрос, и материал к нему. Какой вопрос был на вашей локации? Кто возглавлял редакцию «Нарьяна Виндер» в годы Великой Отечественной войны. Это был Рочев. Кстати, таблички с QR-кодами пока останутся на локациях, поэтому квест могут пройти все желающие. Первая точка в маршруте – КДЦ Арктика. Поэтому вооружитесь мобильными телефонами и вперед изучать историю Ненинского округа. Иван Никонов, Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.